и снова здорово всем привет мы проходим мануальную терапию и сейчас посмотрим какие скрутки первичные можно сделать допустим при сколиозе ну так сразу скажу что для человека ровного да просто делается все симметрично в одну другую сторону для профилактики будьте уверены что что-то не туда у вас не хрустит хрустит как правило в ту сторону где не хватает ну давайте соответственно по логике как если сколиоз у нас пошел сюда в случае в левую сторону то нам надо толкать и остистые отростки и поперечные в противоположную сторону то есть вот сюда поперечный остистый это поперечный поперечный тоже приподнялся нам надо за реберную дугу его толкать вот туда вниз и в противоположную сторону для этого противоположную сторону нам надо растянуть это вот схема нарисована здесь на доске это касается как и одного позвонка это остистый так или там трех позвонков и сколиотического участка спины где может быть целая группа позвонков то есть мы вот поперечный отростки его выше самого остистого толкаем вверх стульку смысла растягиваем сначала вверх в сторону головы высвобождая место куда ему нужно войти этому позвонку до макарное место готовим и потом толкаем противоположную сторону ну давайте условно нарисуем что вот здесь у нее правосторонний а вот этот левосторонний сколиоз и даже можно будет просто один позвонок куда-то там двинулся вы тут выравнивается что можно сделать в этом случае первое берем за подвздошную кость загребе подвздошной кости передний уголок только не вот так вот пальчиками чтобы там не повредить не щекотать человека а ладошку открытую ставим так плоскостью за кость берем тянем ну во первых может таз потянуть потом за мышцы паравертебральные тоже может быть и позвоночник напряженным расслабили расслабили и потянули либо в сам этот позвонок пастистый отросток ставить гипотенор ладони и толкнуть ну и прошлись по реверным поперечным сочнением каждый прям будем усиливать теперь усиливаем его тем что подняли ногу согнутую в колене в колене ногу сгибаем для тех у кого большой объем ноги и нам кажется тяжелый да так как бы и облегчаем но единственное что теряем тут немножко амплитуду вот раскрутили раскрутили и вот мы таз поставили поясницу по реверным перечным сочнения прошлись больше будет амплитуда если вы ее подхватите целиком на бицепсе беру захватка сидела выше коленной чашечки чтобы не повредить коленную чашечку и в принципе то же самое раскрутили и на себя и на себя вот такой импульс дали если на бицепс у вас слабая рука да можно захватить вот так вот либо с этой стороны захватили но опять же обратите внимание выше колена чашечки либо с этой стороны захватили вот тоже самое но еще будет сильнее если мы захватим уже не с этой стороны, а с тыльной стороны, с латеральной стороны прямой рукой и вот как буратино на прямых руках и ногах делаем рычаг и вот смотрите где мой корпус находится, вот видите я всем своим корпусом продавил. Все толчки осуществляются точно так же как и в других приемах. Значит мы натянули, создали преднадрежение, чуть может подышать и на выдохе осуществляем толчок и еще усиливаем это воздействие, когда берем за две ноги, это получается задняя левада, ну это приемы взятые, термины взятые из конного спорта, когда лошадь стоит на дыбы задними ногами, это задняя левада, передними ногами это получается передняя левада, о передней леваде поговорим в другом видео, а сейчас покажу заднюю леваду, подкидываем, правим крестец назад, я бы говорил да, что все кости, которые от базиса растут ниже, мы толкаем вниз, все которые вышли толкаем вверх, крестец мы выталкиваем вот туда, растянули с той стороны и толкнули, если он повернут, можно его немножко повернуть, в эту или другую сторону, весь позвоночник, раз, два, проходим мягко, осистые отростки обхватывая подушечками, тенера и гипотенера, а при сколиозе, вот в нашу сторону, мы заворачиваем вот так, чтобы там растянулось, видите, и также поперечные отростки и власти статерские, продавливаем, это мы делаем сзади, ну в смысле нижняя часть спины, а если грудной отдел, то есть ногой до грудного отдела мы не дотянем, тогда будем делать через руку, передняя левада, ну пока еще не левада, нет, смотри, да тут нам надо растянуть, вот эта схема одна для всех случаев, берем за руку, дотягиваем человек подальше и череп еще вот сюда, чтобы максимально тут растянуть, значит, какие есть способы, первое, это за плечо берем и через лопатку прямо в ребро, вот туда толкаем, второй способ, берем за плечо, рука висит, свободно, свободно висит, и мы толкаем в ребра и в остистый, может даже вот всем опереться, идем ниже, вот он получается толчок в ту сторону, раз прием, теперь второй прием, когда локоть направлен, вот сюда лежит на ухе верхнем, подхватываем не подмышку, а вот повышен здесь за руку, вот он получается рычаг, раз, два, три, за одну, видите, мы еще предплечьем к шею упоминаем, если это неудобно, по каким причинам можно взяться и отсюда, да, через лопатку тоже можно продавить, то есть наша цель тут растянуть и туда толкнуть, так же и здесь, вот, но переднюю леваду мы покажем в отдельном видео, пока будем отрабатывать здесь, а, ну давайте, знаете, что еще до шеи доберемся, если вот шейно-грудной переход, у нас, например, позвонки торчат вот туда, так и нарисуем, ну да, направо, то есть вот она, она же компенсирует дыбу вот так вот в обратную сторону, значит, нарисуем, раз и пару позвонков, направо, значит, нам нужно, что, с этой стороны растянуть, для этого берем, голову кладем вот так, а с той стороны залазим рукой вот так вот, то есть рычаг у нас будет уже сама голова, видите, в поперечной отростке от сервис, поперечную, это сбоку, вот туда поглубже, вот он щелкнул, через свою корстяшку, через вот эту, либо можно обойти, ну, когда вы правильно углу поставите, вы можете с любой стороны обойти, вот отсюда, например, поставить, и второй вариант, когда голова вот сюда лежит, опять растягиваем с этой стороны, да, потянули за руку вот туда побольше, получается, вот, поставили, за лотилок уже, раз, два, и вот отсюда, вот так вот косточкой упираемся, опять в другую сторону, снизу туда подогнулись, посмотрите, как еще можно, вот этой косточкой упираемся в поперечный отросток, а вот этой, вот так быстро, на поле с вортистой, вот они два получается, вот вортистый, там поперечный, ну, если сколиоз, например, не влево, а вправо вверху надели, да, то необязательно человека обходить вокруг стола, можно прямо с этой стороны также сделать, голову разворачиваем, воротника все сделаем, вортили внимание, делаю очень мягко, отберусь, и именно за лук и за череп, чтобы человека не пугать, то есть ни за ноздри, ни за ухо, ни за горло, не дай бог, то есть вот подняли плечо и через лопатку продавили на себя, положили локоть и вот тоже на себя, за поперечные отростки, можно еще и за остистые тоже, только мягко вот так и с локтой поставить, это будет очень больно, поэтому предплечье опускаем горизонтально, вот, ну и соответственно, когда мы вот здесь делали, мы можем усилить тем, что кладем одну руку на другую свою, свое предплечье, получается вот, бранной удар такой, видите, только не путайте, не вот так, а вот так, вот видите, одну на другую, и вот получился помощнее, вот, все это мы уходим, отрабатываясь здесь, на живой натуре, друг на друге, наши ученики, ученицы растут и с новыми качествами, потом идут своим довольным клиентам, которые им уже готовы платить гораздо больше, потому что мануальная терапия все-таки ценится выше, чем просто массаж, поэтому вам надо быть не там сидеть у экранов, а быть здесь на тренинге у Олега Алафа Гудвина, а я вас уже всему научу, даю вам свет, ребята, до встречи, пока-пока.